12 марта 2019 год красноярск на одну из самых крупных ледовых арен сибири идет финальная репетиция церемонии закрытия 29 всемирных зимних студенческих игр через несколько минут колонны из трех тысяч атлетов в последний раз выйдет на лед заканчивается внимание дальше приготовить спуску флага кадры этой трансляции увидят более чем 60 странах мира слезы улыбки восторг лица людей будут говорить больше чем любые слова в них триумф и гордость в них еще живы воспоминания о сокрушительных поражениях и блистательных победах в них сожаление о том что настало время прощаться универсиада в сибири это уже история которую невозможно повторить но ее можно рассказать снова универсиада для нас это не финиш это старт и теперь очевидно что проведение такого рода масштабных событий международного плана является драйвером для социально-экономического развития это видно на примере красноярска годом рождения всемирных студенческих игр принято считать начало 20 века тогда соратник пьера де кубертена жан петежан создал конфедерацию студентов под ее эгидой и прошли первые студенческие игры но они тогда включали только фактически соревнования по легкой атлетике и первым соревнования приняли не больше десяти стран шло время и постепенно универсиада превратилась в маленькую модель олимпиады сегодня участвовать в соревнованиях может любой студент в возрасте от 17 до 25 лет соревнования проходят по той же формуле что олимпийские игры есть олимпийская деревня есть спортивное сооружение есть культурная программа есть пакет универсиады гимн играет в честь победителя гуадемос как символ единства всего международного студенчества и эмблема фису представляет собой буква юс пять звезд так же как и фактически в олимпийские кольца символизирует единство пяти континентов это действительно маленькая модель олимпиады когда скорее всего первый раз в жизни ты выступаешь под национальным флагом в специальной национальной форме и когда ты знакомишься с другими спортсменами из других видов спорта для россии зимняя универсиада стала первой за всю историю шесть лет назад брюсселе красноярск определили городом победителем тогда же началось многолетнее строительство город готовился к всемирным студенческим играм конечно это потрясающий проект который позволил выйти из казани сочи то есть расширение вот это вот спортивной политики на всю огромную страну конечно дает право увидеть великую мощь и великую спортивную державу всей россии и главное стать достоянием каждого жителя для многих сибири это экзотика а мы должны показать что есть современная спортивная инфраструктура современный город и сюда можно приезжать заниматься спортом учиться садись потрясающая природа здесь просто сумасшедший по красоте и не сея здесь все это потрясающе обрамлено вот в этот в очень стильный и современный город вы поднимитесь на караульную гору в конце концов там вид с нее примерно как в лос-анджелесе только в лос-анджелесе енисея нет у них океану окей у нас енисей еще неизвестно что лучше спортсмены из 60 стран мира впервые должны были увидеть россию нам стало интересно как представляют сибирь люди живущие в разных частях земли я знаю что сибири очень холодно и много снега ваша столица москва официальный государственный язык русский да нет спасибо привет до свидания у вас огромные территории и большое количество декабря эти истории были сняты и записаны за полгода до начала соревнований 10 спортсменов из разных стран и городов рассказывали о том как представляют сибирь и почему мечтают увезти домой награды зимней универсиады меня зовут йонас мне 23 года я из швеции учусь на третьем курсе в стокольмской школе экономики у меня позиция защитника играю я под четвертым номером почему то потому что это номер моего кумира дагласа хэмилтона меня зовут слава шевченко мне 20 лет представляю хоккей и шаги нападающий и так ложится под шайбу выводить ее из зоны с кровью с никами ломать пальцы ноги но главное выиграть и принести золото моей семье не только я играю хоккей мой отец любит эту игру а моя младшая сестра вообще хоккейный вратарь сборных было время когда мне не с кем тренироваться я выходил на улицу мне нужен был кто-то кто мог бы стоять на воротах ну и сестра меня все время вручал самсу отец привел меня на хоккей в детскую юношескую школу пингвинов и просто стал и начал кататься особого выбора мне не было не было четыре года ну вот уже накатал столько мой кумир это детство прежде всего это павел дацук смотря на него мне казалось что это что-то выше чем просто хоккеист как его все называют волшебником среди российских хоккеистов могу выделить александр овечкин из вашингтон капитал по-моему он самый лучший нападающий нашего поколения еще приходит на ум российский хоккеист никита кучеров и конечно каждый слышал о красной машине еще с советских времен когда там играли ларионов макаров крутов фетисов это была отличная сборная знаете чем отличаются русские от шведов российские хоккеисты больше индивидуалисты по своей натуре в то время как в шведском хоккее акцент делается на командную шведы имеют очень сильную школу детско-юношескую молодежную поэтому нельзя недооценивать их на этом турнире мы ставим перед собой цель получить первое место нас ждет пять или шесть матчей у нас будут достойные сильные соперники я думаю что это будет отличный чемпионат задача у нас просто поставлена одна но это победа так как бы для себя должен понимать и мучить и к цели некоторые из этих молодых людей на тот момент не были знакомы друг с другом и не предполагали что станут соперниками лично для меня мы главный соперник это я и мое внутреннее состояние я готова бороться с каждым кто выйдет на лёд я жду этих мест на таблине меня зовут машка морова не 20 лет я родилась и выросла в городе санкт-петербург я очень люблю невский проспект люблю гулять там с наушниками для меня питер это что-то сокровенное и любимое я из семьи спортсменов мама и папа и три брата у меня все борцы мама мастер спорта и ссср подзидо и самбо папа мастер спорта международного класса по грекарничной борьбе мама хотела чтобы я была очень женственной потому что меня с трех лет поставили на коньки это я занимал 10 лет и пришлось вти я просто не выдержала у меня очень сильно начало болеть спина и колени ходить из фигурного катания крестка очень больно но она жила фигурным катанием платьицы все там коньки новые всегда в керлинге очень важен командный дух важна физическая подготовка потому что не каждый может 10 эндов по два с половиной часа тереть и точно выполнять все свои броски последний чемпионат мира сестра моя выступала смотрели никто не понимал все смеются дошли там тереть четко это не спорт когда маша получила серебро чемпионата мира это было в конце апреля я эти соревнования смотрел онлайн и я переживал очень четко помню что когда я была на открытии я просто мечтала выиграть четверть финал и а потом когда мы выиграли четверть финал я была в таком стрессе что после броска соперника когда у нее ничего не получилось вопрос начала рыдать когда она мне написал что они финале я бы это невозможно вот им пособом маша когда мне дали медали камень я такой ой это я сама заработала это все свой труд смогла его реализовать меня зовут я на стрит мне 21 год на универсиаде в красноярске я буду представлять керлинг я родилась и выросла в швейцарии в городе берлинг моя мама архитектор папа инженер электрику не рад мы учимся в одном университете он на экономическом факультете а я выбрала биологию мы всегда давали детям свободу выбора например они оба занимались дзюдо когда были маленькими оба играли в гандбол потом я на захотела играть в керлинг но я не думаю что она станет профессиональной спортсменкой я на мечтает о карьере ученого-биолога я никогда не забуду свою первую серьезную победу когда мы завоевали бронзовую медаль на чемпионате в швейцарии среди юниоров это был 2015 год и это было грандиозно никто не ожидал от нас такого результата ведь мы были совсем юные да и сами мы не рассчитывали на успех поэтому когда мы выиграли это было больше чем счастье до бронза мне дороже золота в общем это было классно ради победы я готова на все каждая игра у тебя на счету и ты каждый день должен доказывать что ты лучший мне очень сложно справиться со злостью иногда на игре я начинаю злиться кричать и ругаться кто же не хочет победить мы не исключение мы много тренировались и понимаем что наши шансы очень велики я знаю что несмотря на то что это студенческие соревнования универсиаду поедут лучше и мы к этому готовы я думаю нельзя забывать о том что она прежде всего студентка а уже потом спортсменка вы ждете чтобы я сказал что она должна выиграть золотую медаль ну уж нет пусть просто поедет и получит удовольствие ведь это отличная возможность посетить другую страну познакомиться с другими молодыми людьми с другой культурой мы плохо знаем россию я предполагаю что там все по-другому чем мы представляем но уж если получится хорошо сыграть так это отлично я никогда не была в россии но мне очень нравится санкт-петербург я видела фотографии в интернете очень красивый город надеюсь что когда-нибудь я попаду туда а если говорить о сибири красноярске то первая реакция моих родителей была такой о супер главное не замерзни нет вещи еще не паковали но теплую одежду уже купили да мы подарили ей теплый свитер на рождество соревнованиям готовились профессиональные атлеты и те кто совсем недавно взял в руки клюшки встал на коньки или сноуборд желание побеждать было у каждого вне зависимости от географических границ и национальных черт мне очень нравится именно ощущение скольжения и скорости вот это как с горки катиться на санках и ты получаешь это удовольствие едете два разгоночных едва по нарастанию поехали меня зовут ей бог даниил мне 21 год я из города твери и на университете буду представлять шорт-трек начальной я занимался конькобежным видом спорта по большой 400 метров дорожки бегал он чем не привлек тем что он маленький и очень много шагов делал на прямой то есть вот в нем тогда уже вырисовывалось что он спринтер прирожденный 13 лет я переехал в дверь и вот началась самостоятельная жизнь я начал жить в общежитии там сам управлять бюджетом каким-то ходить в школу на тренировки и спорт сформировал такой серьезный подход к жизни самостоятельность решительности и так далее у нас была тверская команда хитовая хиты это то есть вот этот самый первый забеги мы от хиты отбегали никуда не выходили дверь уходи все наши соревнования за полчаса закончились то есть мы еще смеялись хитовая команда вот смотри он едет он он ничего не делает и ты видишь не пинешь но он уезжает а ты нет ну и так потихонечку когда из хитов стали выходить для нас это радость была данил в тверской области первый кандидат мастера спорта первый мастер спорта первый мастер спорта международного класса первую очередь я еду на университет с целью побеждать выигрывать своего киндали для страны просто участие это не совсем то к чему мы стремимся short track самый экстремальный вид спорта ведь когда ты на полной скорости входишь в крутой поворот настигает чувство эйфории меня зовут матиас вольфган мне 22 года я живу в городе вена вообще-то в австрии больше популярной лыжи и сноуборд но я влюбился в short track после того как увидел городские соревнования 10 лет я понял что хочу встать на коньки и хочу научиться быть самым быстро помню первые соревнования сына он был еще маленький и занимался всего три или четыре месяца однажды его команда выиграла гонку и когда выносили кубок то его решили вручить самому маленькому участнику им оказался матиас представляете выносит такой огромный приз а кубок больше сына не могу назвать себя профессиональным спортсменом основную часть времени занимает учеба я поступил на химический факультет венского государственного университета поэтому много времени приходится проводить за учебниками зубрить форму мы очень гордимся матиаса когда студенты узнали что он едет в красноярск все стали интересоваться в каком виде спорта он выступает как давно в общем у нас тут образовался целый фан-клуб наши державы многое связывает поэтому я знаю россии ваша столица москва официальный государственный язык русский у вас очень большая территория а в сибири невероятная природа горы много снега кстати все мне говорят главное не простудить сейчас февраль я посмотрела погоду там минус 37 ну знаете это уж слишком мне бы хотелось показать себя самой лучшей стороны и пройти финал я знаю что у меня будут очень сильные соперники совсем недавно у нас были большие соревнования я пришел всего лишь третьим но лично для меня это большая победа дело в том что незадолго до этого я здорово упал и сломал ребро честно говоря я не знал смогу ли я вообще когда-нибудь вернуться на лед даже сейчас тренируясь перед универсиадой я испытываю боль но мне все равно я решил во что бы то ни стало ехать в красноярск на вопрос о том кого каждый из спортсменов видит своим соперником все отвечали единодушно они едут на универсиаду узнать свои возможности преодолеть собственный страх почувствовать азарт схватки это не борьба между странами а проверка собственных сил я базин егор я софия евдокимова мне 23 года мне 22 мы из города тольятти мы на универсиаде представляем фигурное катание танцы на льду лет пять шесть мама привела меня на каток в один день мы с из тех времен сколько уже 13 лет мы вот вместе как стали до сих пор ну я вспоминаю мне неудобно кататься было с ним это мы так друг друг ненавидели что он на меня орет я обижаюсь я могу я главный фигур да очень творческий человек очень эмоциональный человек и наверное конечно он в паре лидер меня зовут айза мамбекова мне 19 лет я из казахстана на универсиаде в красноярске я буду представлять фигурное катание в детстве папа оставлял музыкальный проигрыватель и вот мне очень нравилось оставаться дома танцевать пока никто не видит она росла в такой установке с колыбели и когда мне нужно было ее убаюкать а сам я петь не умею я ставил казахскую музыку либо хороший рок впервые на лед меня привел папа мне было тогда четыре года если сейчас 19 то получается 16 лет я стабильно в спорте провожу на льду каждый день мои первые серьезные международные соревнования которые проходили они были в городе алмате универсиада 2017 году подготовка была очень важный очень волнительный и с одной стороны тебя все поддерживают но с другой стороны ты чувствуешь огромной ответственность лейдизайн джентльмен репрезентин казахстан айза мамбекова во время короткой программы и когда из услышала несколько десятков тысяч человек которые подняли шум она растерялась и выступила не очень удачно оказалась на 16 месте а вот ее произвольная программа которую мы поставили на народную мелодию произвела фурор обычно я всегда выхожу и никогда не смотрю как катает айза и вот прозвучали последние аккорды программа закончилась я зашел в зал и увидел как 13 тысяч человек скандируют айза и дочь разрыдалась я ее обнял и сам еле сдержал слез в семнадцатом году универсиада в алмате была первая для нас программа у нас станции были блюз мы еще сами поставили могли наверное выиграть но это заболел сильно после короткого танца я пришел домой чувствую себя плохо пошел к докторам измерил температуру у меня 38 там и 5 и так офигеть у нас всякое бывало и соня сознание теряла во время выступления падала борт притом продолжали кататься надо сказать это титанический труд я помню какая зажила мечтой попасть на олимпиаду в корее сожалению тот год я сломала кость в ноге и до последнего не знала смогу я выступить или нет как только мне сняли гипс я начала ежедневные тренировки затягивай дотягивай дотягивай было очень тяжело конечно я с этим справилась для меня это был самые волнительные соревнования я думаю как и для любого спортсмена олимпиады это самый важный старт жизни она не опускает руки вот тут мне с ней в этом плане легко то есть мы с ней поговорили философствовали поплакала она как девочка стресс она сняла и наидер заканчивается еще можно добавить в общем-то ребята очень неплохой форме потому что недавно закончился чемпионат европы где в общем-то ребята выступили очень неплохо уверенно поэтому будем надеяться что на университете тоже выступим хорошо в этом году тема танго такую вариацию beatles в роковой обработке и вторая часть этого ритмического танца у нас хип-хоп black a piece костюмы такие кожаные у меня куртка кожаная усом на меня топ юбка перчатки с клепками у нас часто говорят важна не победа а участие но это не совсем верная цитата потому что на самом деле пьер де кубертен сказал важна не сама победа а участие в борьбе за победу и именно это делает спорт таким привлекательным для миллиардов зрителей на земле для меня любой старт будь то олимпиада будь то какой-то небольшой старт это все равно очень важное событие моей жизни тем более универсиадов проходит каждые два года и я представляю свой университет я представляю свою страну в первую очередь и поэтому я если не смогу победить своих соперников я в первую очередь еду побеждать саму себя для нас соревнования это скорее всего праздник чтобы тебе нравилось то что ты делаешь вот когда вот это я все увижу тогда да я скажу себе ты все сделал это успех каждый атлет от китая до россии ждал соревнований мечтал стоять на пьедестале и верил что флаг его страны будет поднят под студенческий гимн гауде амус это домашняя универсиада будет просто круто там побывать это как мини олимпиада мини чемпионат мира но хочется победить я никита автанеев мне 23 года из москвы еду в красноярск участвовать соревнованиях я выступаю в дисциплине хапай все видели как на скейтборде катаются в рампе грубо говоря это то же самое только из снега полутруба длиной около двухсот метров на каждый из стенок ты делаешь вылет и трюк у меня было пару моментов когда я падал и отрубался открывал глаза и у меня было два пальца во рту доктора чтобы язык не провалился и не задохнулся и попытка этом могу лечь на снег схватить доску и поваляться попредставлять что я в воздухе лечу но соответственно перед самим стартом пару глубоких вдохов выдохов и поехал меня зовут ли тянь уэ мне 23 года я из пекина на универсиаде в красноярске я буду представлять китайскую республику в такой дисциплине как сноуборд мне было 12 лет когда я впервые увидел соревнования по сноуборду шла трансляция по телевидению если честно я просто замер так это было красиво тогда у меня не было возможности купить но я все время мечтал о том как я буду стоять на парить выше всех а вот когда я поступил институт оказалось что у нас есть секция я сразу же купил сноуборд и помчался туда записываться вот так последние четыре года моей жизни это абсолютное счастье вообще китай родина восточных единоборств тут многие занимаются ушу и обожают боевики с джеки чаном я кстати тоже смотрел эти фильмы знаете это у нас как вторая религия а что касается сноубордистов то их не так много но в этом есть свои плюсы например я стал ужасно популярным девчонок я делаю то что не может большинство нам конечно далеко до скандинга динавов они лидеры но мы китайцы очень быстро учимся к тому же у нас есть прекрасные площадки самый лучший находится в пекине в харбине и эта площадка в делине на которой мы сейчас тренируемся я немного знаю россии знаю что в сибири очень холодно мама моя волнуется и все время напоминает мне когда звонит чтобы я одевался теплее я не знаю что вы едите и это меня немного беспокоит я вот думаю найду ли я у вас лапшу так что я еще знаю вашей стране а я знаю композитора чайковского и еще мне говорили что русские очень печальные люди вы грустные в отличие от нас знаете я много думаю о том каким должен быть человек я бы хотел запомниться своими поступками своими достижениями а универсиада как раз может дать такой шанс я хочу увидеть россию познакомиться с другими спортсменами узнать их и рассказать о себе мне кажется это здорово ну а если мне удастся победить то я буду самым счастливым человеком до старта универсиады оставались считанные месяцы на ледовых аренах шли тестовые соревнования совсем скоро эти трибуны должны были стать свидетелями самых горячих баталий за всю историю студенческих игр есть несколько объектов которые принадлежат числу лучших в мире своем что называется классе здесь наверное стоит отметить стадион енисей высоко технологичные абсолютно новый нам удивительная энергетика стадиона туда заходишь кажется вот как действительно река енисея название соответствует этому стадион лавтор сопка это возможность соединить все этот дисциплины сноуборда и фристайла уникальность все те города он очень сложно очень красиво очень многообразный а вечером когда включается его подсветка многие люди которые прилетают на самолете либо гуляют по городу сопка стала такой же городской фишкой фишкой благоустройства и вот такого нового оформления города я видела трассы в красноярске и по рельефу мне очень понравилась трасса напоминает сочи то есть такой профиль у нее олимпийский вообще весь кластер зимних видов спорта крамплины могул фристайл сноуборд все сделано по лучшему разряду я бы прокатилась по этой трассе мне кажется очень прикольно отдельной достопримечательностью станет уникальная студия матч-тв построенная в центре города на берегу енисея каждый абсолютно каждый подошел ко мне со словами это просто потрясающе это феноменально это невероятно красиво я влюбился в нее просто с первого взгляда когда мы приехали еще не начались даже эфиры просто шли тракты я все хотел сфотографировать показать всем посмотрите какая красота а нельзя потому что эфиров еще не было мне меньше людей спрашивали билеты на церемонию открытия чем вот желающих попасть к нам в студию остается считанные дни до универсиады важно все успеть настроить и быть готовым к встречать гостей иностранных гостей спортсменов печь каравай и встречать всех в нашем любимом красноярске в деревне университет наших спортивных объектов знаете вот есть такое понятие сибирское гостеприимство я им пожелаю прежде всего хороших впечатлений отличных побед и самое главное чтобы эти десять дней в красноярске были по-хорошему настолько незабываемым всем чтобы каждый участник буквально в аэропорту хотел бы вернуться сюда вновь церемонии открытия станет пожалуй одной из зрелищных частей универсиады около года илья вербух детально продумывал и бесконечно репетировал церемонию чтобы эти три часа остались в памяти людей самым ярким воспоминанием церемонии открытия закрытия входит в топ мероприятий в спортивном мире мы задали очень высокую планку открытием в казани впервые в россии же проходит зимняя универсиада поэтому я думаю что это будет тоже определенный вызов риэл винтер настоящая зима должна не пугать она должна вызывать улыбку восторг когда пел голос хворостовского один из величайших людей в истории нашего региона и вот тогда прям до мурашек было когда-то сначала хворостовский когда нам рассказывали про оставь его пропасть де его про ну собственно великих культурных деятелей нашей сибири нашего красноярска но это те кем мы гордимся ну и конечно же самый хит это то как зажигали факел это было просто головокружительно следующие 12 дней станут главными событиями универсиады начнутся состязания в которых наши герои увидят друг друга и выйдут на лед как соперники сегодня первый день соревнований я очень волнуюсь потому что люди здесь более восторженно относятся к спорту и следят за выступлениями если я говорю кому-то в австрии что я участвую в каком-то соревновании то реакция обычно такое да да неплохо неплохо а здесь вау вот это круто это противостояние будет продолжаться несколько дней каждый раз вставая на старт они будут лететь к финишу отвоёвывая сотые доли секунд я узнал что не всегда борьба бывает честной на дистанции меня толкнул спину спортсмен из польши из-за него я не прошел следующий тур и такое можно увидеть очень часто у азиатов особенно у парней из кореи тут особая мотивация у них за первое место на универсиаде и чемпионатах мира отменяется служба в армии то что первый день два корейских спортсмена сцепились будучи впереди вдвоем финале они сцепились между собой и упали потому что тут у них котируется только первое место и поэтому они вот так вот грызутся грубо говоря но знаете что было приятно каждый раз когда я выходил на лед и видел где-нибудь австрийский флаг было здорово знать что кто-то болеет за меня что столько людей пришло посмотреть соревнования это очень круто мне просто было приятно выходить и слышать рев трибун они прям буквально несут тебя особенно на эстафете это было очень заметно когда мы отстали тяжело именно было из-за того что мало времени для адаптации к часовому смещению так как тут четыре часа разница с москвой и это дало себе знать но в целом конечно был немного расстроен так как на тысячи метров получилась дистанция для нашей команды к сожалению все закончилось мы не прошли в финал хотя боролись до последнего пойду смотреть соревнования с трибун интересно как будет развиваться борьба если кратко то самыми сильными я считаю корейцев и русских они заметно превосходят всех остальных так что сейчас на льду будет настоящая война сейчас уже новая гонка новый настрой и новая мотивация то есть нет такого что я выхожу и думаю было плохо сейчас будет опять также нет это новая гонка новые соперники и здесь совсем другой может быть сценарий на зимней универсиаде даниил ей бог завоюет бронзовую медаль в командной гонке на следующий день он вылетит в тверь чтобы начать подготовку к новым соревнованиям когда стоишь на педестале ты прекрасно видишь трибуну и мы конечно болельщики и спортсмены всегда отдельная категория мы всегда живем вне политики вне распри мы всегда живем в дружбе в понимании и мы всегда гордимся друг другом мы тем что достигли достаточно серьезных высот в спорте а болельщики благодарны за то что они могли это увидеть оставить это как историческое событие своей жизни наши следующие герои будут выступать в разных дисциплинах но бороться за медали им придется одинаково отчаянно когда выходишь на старт включается какое-то определенное чувство ты его не можешь понять оно эйфорическое какое-то и такое вообще удовольствие начинаешь получать ради этих моментов стоит жить у меня одна из программ поставлена на казахскую музыку и в этом году это китает бета называется кон и ля шар то есть как бы преподнести хорошее вам настроение во время проката все осознавала обычно все в такой туманности не знаешь в реальности ты или нет спасибо огромное всем зрителям вы делаете меня счастливой честное слово я катаюсь ради вас каким ощущением легкости что я здесь оставила неплохой результат показала в общем выложилась могу так сказать для российской пара фигуристов софи и егоры соревнования только начинались пара до нас каталась получили на большие оценки получали сейчас мы третьим но в лучшем случае конечно дома выступать намного лучше когда публика поддерживает она заводит дает силы ты понимаешь что что ты выступаешь для кого-то фигурное катание танцы на льду это самый красивый волшебный и романтический спорт я считаю это очень бомбезно история страсти которую расскажет пара принесет нашим фигуристам серебро поднимаясь на пьедестал они не смогут сдержать эмоции мы боролись конечно за первого ехали сюда за первым но очень сильные конкуренты было очень интересно соревноваться что сейчас чувствуется у меня усталость я постарше нет почему ведется всегда медальный зачет на допустим олимпийских играх как мы ликовали когда нашей домашней олимпиаде в сочи мы выиграли первое место в общекомандном медальном зачете потому что это лицо страны одним из самых зрелищных и захватывающих видов спорта станет сноуборд на эти соревнования будет невозможно попасть билеты раскупит еще на этапе строительства кластера сопка сейчас я выхожу на старт я полон энергии очень хочу выиграть и проверить свои силы на трибунах много китайских болельщиков все за меня переживают шумят так что пожелайте мне удачи мне так хотелось выиграть что я решил рискнуть и выбрал необычный маршрут знаете у меня жизнь пронеслась перед глазами когда я упал и через секунду пришло осознание что для меня все кончено в любом случае я счастлив что побывал на универсиаде знаете мне запомнился слоган реал винтер правда если вы хотите увидеть сибирь и узнать русских людей сюда обязательно стоит приехать пусть я не выиграю но я все равно счастлив спасибо красноярск электрическое напряжение которое чувствовали спортсмены перед стартом передавалось зрителям каждый трюк болельщики сопровождали восторженными овациями у меня сейчас вспомнились чувства из сочи 2014 тоже была домашняя олимпиада и полные трибуны и все кричали видишь еще российские флаги поэтому разодоривает тебя еще больше тройка лидеров после последней попытки выглядела так россия южная корея и финляндия после финального выступления никита автонеев поднимется на золотой пьедестал здесь очень круто вот прям реально я даже это мероприятие сравнил с большой взрослой олимпиады по атмосфера здесь реально крутая я доволен что я занял первое место если это заслуга моей семьи которые поддерживают меня во всем отпускает на тренировочные сборы так что это наша общая медаль вторая неделя соревнований была самой батальны в командных видах спорта атлеты начинали борьбу за выходы в финал было волнительно представлять сборную россии именно здесь красноярске в россии потому что приходило очень много болельщиков за тебя болеть и это давление иногда было очень даже тяжело когда просто сидишь тебе решающий бросок тебе просто какой-то человек решит давай на тебя сможет вся россия это было немножко странно для российской команды керлингисток игра со швейцарками стала одной из самых напряженных и драматичных мы первых четырех эндах забрали свои камни у нас был счет 81 и только в девятом энди когда у нас уже украли еще один камень я поняла господи я я не хочу проиграть эту игру давайте девочки соберемся сделаем все свои броски швейцарки бились до последнего камня просто до последнего енда с нами рубились бодались нас кусали но я рада что так все закончилось я речу домой с чувством счастья мы молодцы к сожалению нас не получилось выиграть русская команда девушек была сильнее хотя мы вели с очень большим отрывом нам не хватило немного опыта эти соревнования показали что мы сильны мы сплучены и готовы выходить на лед против любого соперника в финале за третье место наши девушки боролись со сборной великобритании я в седьмом энди не сделала ключевой бросок и очень сильно расстроилась и не смогла собраться до сих пор этот бросок я его помню он сегодня целую ночь снился я очень плохо спала и переживала потому что я думала что я не смогу собраться потому что проиграть маш за третье место в россии в красноярске но своей же универсиаде было вообще просто полным отстоем бронзовая медаль станет для маши и ее команды настоящим триумфом я бы хотела поздравить русскую команду с третьим местом хотя мне показалось что они сами не очень довольны своей бронзой даже не знаю почему но мне кажется здорово подняться на пьедестал все 12 дней зрители следили за выступлением хоккейных сборных девять стран отправили свои ледовые дружины за главными трофеями универсиады той группе у складывается очень серьезная борьба канадцы казахи слабых тут нету так что готовимся ко всем матчам мы уже провели несколько игр пока удача не на нашей стороне сейчас выходим на лед с командой британии для йонаса и его команды победа на универсиаде так и останется недосягаемой мечтой на льду они будут выглядеть бесстрашными викингами но настоящие чувства перестанут скрывать как только уйдут в подтрибунное помещение проигрыш расстроил меня до слез мы приехали с целью победить хотели хорошо выступить как команда а теперь поедем домой каждый раз мы играли против супер сильных людей и это совсем не то к чему мы привыкли дома на следующий нерсиаде нужно будет взять себя в руки подготовиться сыграть лучше чем в этот раз сыграть файл в отличие от шведов сборная россии триумфально проведет каждый матч впрочем ни одна из игр не будет простой со словаками они борются все ложатся под шайбу так что не будет легких соперников при первой встрече словаками забить долго не могли вроде владели инициативой но забить все-таки не получалось мне настроение даже не было исчезнут так потому что складывалась игра для нашей пятерки не очень здорово все мы понимаем то что главная задача тот не выиграть третий матч или четвертый главное выиграть медали и золотую желательно в полуфинале российские хоккеисты выходили на лед с канадцами наверное тут я соврусь не скажу то что мечта обыграть канадок но это как бы классика можно так по-испански сказать трибуны ревели было ощущение что начнет плавится лед от напора и страсти каждый хотел победить никогда не бывает легко с канадцами игра хорошая была в последний день универсиады наша сборная выйдет на лед со словаками то что случится дальше станет триумфом которого ждали и в которой верили спасибо все супер мы победили на чемпионате считайте финальный матч был упорный такой эмоции захлёстывают сейчас непосильный труд каждый день работа тренировки это только лишь малая часть усердства старания на лане все это сумме сказывается на медали 12 марта 2019 года войдет в историю всемирных студенческих игр когда то проведение зимней универсиады в сибири но для тех кто был в красноярске кто выходил на лед боролся проигрывал и побеждал этот день запомнится как один из знаков ведь история случается только в том случае если в ней есть герой а 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 Редактор субтитров А.Семкин